Добрый день, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о сравнении двух таблиц. На примере поставщиков света мы сделаем вывод. У нас есть текущий поставщик, есть поставщик свет в дом, есть энерго и есть свет хаос. То есть первое действие, которое нам необходимо сделать, это подтянуть все цены сюда, то есть с каждого из листов. Мы делаем одну общую таблицу, в которой будем делать сравнение. Итогом данной работы у нас будет то, что колонки заказ у нас будет поставщик, по которому у нас самая интересная цена, чтобы заказ данной продукции, допустим, подвесная люстра, делать именно свет хаоса, энерго или остаться у текущего. Первый шаг, это мы дадим именованные диапазоны. У нас есть общий столбец, это код. Как мы знаем, что у нас есть функция WPR, которая включает в себя 4 аргумента. Первый аргумент, это искомое значение. Второй аргумент, это таблица поиска. Третий аргумент, номер столбца в выделенной области. И, соответственно, четвертый аргумент, это точное или примерное соответствие. В данном случае будем использовать точное соответствие. То есть мы выделяем первую таблицу, называем ее «Света кудом». Вот, обратите внимание, что я использую CamelCase. Каждое новое слово я начинаю с большой буквы. Все дело в том, что именованные диапазоны в Excel не могут начинаться ни с пробела, ни содержать пробел. Также с цифры и адрес ячейки сюда также записывать нельзя. Далее у нас это «Энерго». То есть имя диапазона должно быть максимально понятно для всех пользователей, которые будут работать с этим файлом. И, соответственно, третий диапазон, это у нас «Светхаус». Вот, таким образом мы получили три именованных диапазона. Посмотреть их можно через Ctrl-F3. Да, у нас здесь есть имя, есть диапазон, за который отвечает это имя. Также здесь можно произвести редактирование, или же удалить, или добавить новое имя. Также новое имя можно добавить в поле слева, так называемое поле имени. Переходим в таблицу для сравнения. И первый поставщик – это у нас «Свет в дом». Мы пишем равно функция «ВПР». Далее, искомое значение – это у нас код. После чего таблица поиска для вызова имени в формулу мы можем использовать в клавишу F3. Также это можно сделать через вкладку «Формулы». Зайти в именованный диапазон и использовать в формуле. Первый поставщик – это у нас «Светхаус». Далее, номер столбца. Таблица у нас идентичная, поэтому номер столбца можно посчитать в данной таблице. Это у нас пятый, то есть вместе с первым. Один, два, три, четыре, пять. Обратите внимание, что нет никакой привязки именно к номеру столбца. То есть таблица начинается со столбца «В», значит столбец «В» у нас будет первый. Так, значит номер пять. И тип сопоставления – ноль или единица. В данном случае это у нас ноль, то есть это будет точное сопоставление. Закрываем. Enter. Так, вот видите, поставщик «Свет в дом». Значит, можно поменять. Также выделили имя, нажали F3. «Свет в дом». Нажимаем «Вод». Преимущество таких диапазонов в том, что нет необходимости закреплять ячейку. Как мы видим, если у нас вернуло ND с этого листа, значит данного товара в том прайсе нет. В таком случае нам необходимо дописать функцию «Если ошибка», которая в случае ошибки будет возвращать у нас пустое значение. Пустое значение – это две двойные кавычки. Нажимаем «Вод» и протягиваем вниз. Отлично. По тому же принципу у нас работают и все остальные. Для того, чтобы по сто раз не переписывать формулу, мы можем закрепить ячейку F4, нажав по ней трижды. Таким образом, при протяжке вправо столбец «В» меняться не будет. То есть растягиваем вправо и меняем именованные диапазоны. Здесь «Свет в дом» меняем на «Энерго». И, соответственно, здесь «Свет в дом» меняем на «Свет хаос». Протягиваем и получаем результат. Как мы видим, да, есть у нас пустые где-то значения. Ничего страшного, значит данных позиций в том прайсе просто-напросто нет. Полный прайс у нас тысячи позиций. И, соответственно, теперь самое важное. У какого поставщика мы будем делать заказ? Нам необходимо найти наименьшую цену. Да, сама по себе наименьшая цена нам, по сути, ничего не даст. Поэтому мы будем делать при помощи функции «Выбор» одно из четырех элементов. Мы пишем поиск позиций, то есть мы найдем поиск позиций минимального значения в этом списке. Дальше пишем минимум. Выбираем наш минимум, то есть в этом диапазоне. Далее. В каком диапазоне будет находиться минимальное значение? И тип соответствия, соответственно, 0. В данном случае, что минимальная цена, видим, что она у нас во второй. Теперь при помощи функции «Выбор» мы делаем следующее. Мы пишем функцию «Выбор». Далее ставим точку запятой. И теперь нам необходимо перечислить четыре значения. Если это первое, значит это F1, можно ее зафиксировать. Фиксацию можно сделать полностью, как в данном случае, или можно просто зафиксировать по строке, результат будет один и тот же. Соответственно, также тут. И, соответственно, можно взять, просто написать «светхаус» в двойных кавычках. Да, функция «Выбор» также сможет ее подхватить. То есть функция «Выбор» будет выбирать значение в зависимости от поиска позиции, которая будет находить минимальное значение в столбце, и тем самым помогать нам. Как мы видим, результат готов. Далее, что нам необходимо сделать? Мы можем взять, построить сводную таблицу на новый лист. Соответственно, в сводной таблице нам нужен код для заказа. И далее в фильтры переносим заказ. Отлично. Соответственно, переходим в анализ сводной таблицы, выбираем «Параметры». И здесь отобразить страницу фильтра отчета. У нас создается четыре страницы фильтра отчета. В каждой странице у нас будет список тех позиций, которые нам необходимо заказать у того или иного поставщиков. Это один из вариантов. И второй вариант – это просто поставить фильтр. И, соответственно, здесь уже фильтровать, допустим, по поставщику. «Свет хаос» – это вот у нас первый. То есть, скрывать данные лишние строки «Свет в дом». Так, и у нас получается вот такая выборка товаров с наименьшей ценой. Спасибо вам за просмотр. Если это видео было вам полезно, поставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Новое видео будет выходить каждую среду. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok